Мадам, что я могу для вас сделать? Мы нуждаемся в освобождении. Где ваш муж? Моя жена и я освобождены, раз человек Божий обратился к нам сегодня. В их семье есть депрессия. Депрессия, из-за которой приходят мысли о суициде. Порой бывает плохое настроение. И тогда приходят мысли о том, что вы хотите умереть. Это след от родового проклятия. Пойдемте. После освобождения эти мысли уйдут. Народ Божий! Эммануэл! Меня зовут Ольга. Я из России. Это мой муж и наши дети. В 2012 году мы впервые увидели Эммануэл Ти Ви по интернету. Наши дела в то время были очень плохи. Мы были в разочаровании. У нас не было денег, не было еды, не было никакой работы, вообще ничего. Дети плакали. Я сказала мужу, у тебя же есть брат в Нигерии, и у него все хорошо. Может, он поможет нам приехать в Нигерию? Мой муж позвонил своему брату. Брат продал кое-какое имущество и купил нам билеты. И мы приехали в Нигерию в 2012 году. 22 декабря мы были тут, в церкви. Человек Божий подошел к нам и пророчествовал мне, что в моей семье депрессия, склоняющая меня к суициду. Это было именно то, о чем я думала в то время. Потому что у нас все было плохо тогда. После пророчества человек Божий молился за нас. Он освободил нас и сказал, что теперь наш путь открыт. Он молился за нас с утренней водой. Перед отъездом из церкви один из евангелистов дал нам 3000 наиро на дорогу в отель. Но так как наш отель был совсем рядом, мы сохранили эти деньги. 1 января было служение со свечами. Тогда человек Божий пророчествовал для всего мира, что это будет хороший год для продуктовой торговли. Мы запомнили это. Придя в номер после служения, мы с мужем молились о том, чтобы этот год был для нас успешным. И мы распылили на себя утреннюю воду. В тот день мы с мужем решили начать с чего-то, а точнее, с тех 3000, которыми нас благословили. Мой муж пошел на рынок и купил 6 пакетов местных продуктов, после чего мы поехали в аэропорт и вернулись в Россию. Когда мы прибыли в Москву, мой муж пошел на рынок и продал эти 6 пакетов за минуту. Итак, эти 3000 найро, что равно примерно 20 долларам, обратились в 200 долларов. Мы отослали эти 200 долларов обратно в Нигерию. Его брат купил еще продуктов и отправил нам. Так, 200 долларов обратились в 500, а затем и в 1000. Итак, мало-помалу, с того времени, с января 2013 года, к 2016 году, у нас сейчас 4 магазина. У нас салон свадебной прически, где делают такие косички и другое. И в июне 2015 года мы купили Тойоту Хайландер 2015 года выпуска, и это не единственная наша машина. Это фото наших магазинов. Они называются Афрошоп. Это единственный подобный магазин во всей России. Это салон. А это последняя модель Тойоты. Наша новая машина. Давайте поаплодируем Иисусу. Мадам, какой совет вы бы дали людям, слушающим вас сейчас, которые ищут способ начать бизнес? Эта маленькая бутылочка на самом деле не маленькая. Она обладает семикратной силой. Вы должны верить в это, и это будет работать. И я тому подтверждение. Эммануэл. Спасибо, Иисус. Мы благодарны Богу и пророку тебе, Джошуа. Меня зовут Феликс Езенова. Я живу в России. Я благодарю Бога за жизнь нашего пророка, за евангелистов и ашеров в церкви. У нас были трудности в России. И я думал уже уехать оттуда. У меня не было ни документов и ничего. Когда человек Божий пророчествовал моей жене, и мы потом вернулись обратно, то меня тут же вызвали и выдали мне российский паспорт. Через эту утреннюю воду, которая действительно обладает силой, мы получили прорыв. Поэтому тому, кто не верит в это, я советую верить, потому что я сам в этом убедился. Эта вода обладает сильнейшим помазанием от пророка тебе, Джошуа. Спасибо, Иисус. Давайте поаплодируем Иисусу Христу. Мы, в свою очередь, ободряем вас сделать Слово Божье стандартом вашей жизни, чтобы вам сохранить все, что вы приняли от Бога Всемогущего. И мы верим, что чудесное благословение Божье умножится в вашей жизни. И мы верим, что лучшее для вас еще впереди во имя Иисуса. Мадам, вы еще упоминали, что до прихода в синагогу Церковь всех наций у вас была депрессия и мысли о самоубийстве. Скажите, как вы себя чувствуете сейчас? О какой депрессии может идти речь? У нас последняя модель машины. Я одета в лучшую одежду и золото. Мои дети сыты. О какой депрессии можно говорить? Я чувствую себя прекрасно. После того, как 3000 наэра обратились в миллионы, нет никакой депрессии. Давайте поднимем наши руки вместе для Иисуса Христа! Спасибо!